В Бресте и Брестской области уделяется значительное внимание гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. Немало учреждений образования, которым присвоены имена наших земляков и героев Советского Союза. Карват, Карбышев, Гвиша, Нихован – на их примере воспитывается молодое поколение. Кроме того, именно школьникам нашего региона посчастливилось стоять на вахте памяти у Вечного Огня в Брестской крепости. Пост памяти был образован в далёком 1972 году. В этом году мы отмечали свой юбилей 50 лет. За это время через вахту памяти прошло почти 100 тысяч брестских старшеклассников. Первые, кто начинал эту вахту, уже бабушки и дедушки. И для каждого постовца мемориальный комплекс, Брестская крепость – это не пустой звук, это память, это жизнь целая. Я считаю, что сегодня, как никогда, важно говорить с молодым поколением о тех моральных качествах человека, которые делают жизнь достойной, о чёткой гражданской позиции, о любви к семье, о любви к своей родине. Я уверена, что экскурсия, которая проводится в нашем школьном музее, не оставляет никого равнодушным и позволяет на более высокую ступень сегодня поднять такие понятия, как гражданственность, патриотизм, любовь к своей родине. Этой же цели служат многочисленные правовые военно-патриотические МЧС и таможенные классы. Их учащиеся презентовали свои учебные заведения в рамках экспозиции, предварявшие итоговую коллегию системы образования Брестской области. Патриотическому воспитанию уделяется в нашей школе большое внимание. Мы ездим на различные конкурсы, посвященные МЧС-спорту. К нам приезжают различные ветераны и проводят с нами экскурсии и обучают нас истории МЧС. Кодетские классы, также военно-патриотические школы учат дисциплине, учат строевой подготовки, физической подготовки, любить родину, защищать родину. После ознакомлений с экспозицией перешли к традиционному подведению итогов работы за прошлый год и ориентирам деятельности системы образования области на текущий период. Несмотря на то, что в 2021 году эпидемическая ситуация была неустойчивой, поставленные задачи все же удалось выполнить. И что важно, не в ущерб качеству образования. Что касается текущего момента, необходимо максимально быстро и точно довести до специалистов новые требования, вошедшие в обновленный кодекс об образовании. Прошлый год, он, конечно же, для нас был в определенной степени сложным, ввиду того, что мы были вынуждены организовывать работу в специфических условиях. Поэтому наши силы были сконцентрированы на том, чтобы выработать новые формы и методы организации образовательного, воспитательного процесса в тех условиях, которые были в прошлом году. Была продолжена очень активная работа по наполнению содержанием обновленного кодекса об образовании. Что касается задач на Новый год, конечно же, мы продолжим всю ту работу, которая была организована в нашей системе образования и направлена на повышение качества образования. Мы продолжим работу по подготовке кадров для народно-хозяйственного комплекса, мы продолжим работу по внедрению новых технологических процессов в систему образования. В этом году система образования предлагает работать с максимальным акцентом на гражданско-патриотическое воспитание учащихся. И в этом вопросе очень важны совместные усилия педагогов и родителей. Мы по-другому посмотрим на гражданско-патриотическое воспитание. Я не скажу, что мы коренным образом поменяем систему, но мы больший упор будем делать на практическую занятость ребят различного рода проектов. Мы хотим, чтобы наша деятельность была направлена на формирование не теоретических основ и знаний, что такое патриотизм, что такое родина, а формирование и желание потребности быть гражданином Республики Беларусь. Кроме того, в Брестской области по-прежнему делается упор на шаговую доступность дошкольного образования и создание здоровья, сберегающей среды. В целом, обеспеченность детей раннего и дошкольного возраста местами в детских садах составляет 95,9%. А строительство объектов дошкольного образования продолжается. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бок-ТВ».